Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Ковиды! Рада вас приветствовать, очень рада. Рада с вами лично познакомиться. Взаимно. Елена, сейчас мы с вами познакомимся, вы расскажете мне о себе, а потом мы плавно перейдем к вашему гардеробу. Я врач-рентгенолог, работаю в Кремском республиканском центре ктизиатрии и пульмонологии в село Пиометское. Я поняла. То есть вы медик, врач? Да, я врач. А как так получилось, что такая высокая, стройная, красивая девушка с модельной внешностью стала врачом? Спасибо большое за комплимент. Мне всегда нравились люди в белом, когда я училась в школе, поэтому романтика, да. Да, сыграла роль романтика. Да. Расскажите о своем гардеробе. Возможно, есть какие-то сложности, с которыми вы сталкиваетесь, когда подбираете себе что-то? Ну, это в основном из-за моего роста. Там мне сложно ходить на высоких облаках. На высоких облаках? Я не привыкла на них ходить. Поэтому сложно подобрать такой гардероб, чтобы это считалось низким кодом. Ну, вы знаете, сейчас таковы тенденции, что любую одежду мы можем адаптировать под спортивную обувь, да? Да. Поэтому мы это с вами проработаем во время примерки. Пока я вас ждала, я постаралась не тратить время зря и посмотрела кое-что, что нам предлагают различные интернет-ресурсы, да? Ресурсы, в которых можно заказать одежду. Сейчас я вам предлагаю присесть ко мне, и мы вместе с вами посмотрим, что я для вас выбрала. Давайте. Кстати, Лена, какой рост у вас? Метра восемьдесят шесть. Супер. То есть, если вы одеваете каблук, то минимум вы становитесь сто девяносто, верно? Повекла. Я подобрала для вас здесь один костюм, который меня очень заинтересовал. Я не знала о ваших предпочтениях, о белом цвете, да, вот этой романтики, но так получилось, что я угадала с цветом. Как по мне, очень классный вариант, который можно подать под разным соусом, так скажем. Вот такой костюм. Что скажете? Очень красивый, мой любимый цвет. Да, как оказалось. Ну что ж, мы сейчас еще посмотрим варианты для финала, да? Для финала мне хотелось бы предложить вам что-то яркое, да? Уйдем от белого цвета, потому что я думаю, что вы и так в повседневной жизни достаточно его носите. Каждый день. Подберем для вас яркий, актуальный образ. Ну и я думаю, что сейчас мы можем отправиться к Владимиру для самого перевоплощения. Хорошо, давайте. Владимир, я думаю, что с Еленой у нас сегодня очень много возможностей, да, для перевоплощения, потому что, насколько я вижу, волос не крашеный. Что ты думаешь по этому поводу? Что бы ты хотел сделать? Он не крашеный, но я вот думаю, что бы сделать, потому что волосы длинные достаточно, но мне не очень нравится, что он сегодня. Мы, скорее всего, будем резать длину немного сегодня, а по цвету я хочу оставить загадку сегодня. Ну что ж, я думаю, что сейчас я от тебя разузнаю, какие загадки ты запланировал, потому что я до вечера не дотерплю. Как вы видите, у Елены поменялся цвет волос. Да, должно ли это отразиться в макияже? Да, мне бы хотелось выполнить с макияжа на глазах в теплых оттенках, выровнять тон кожи и придать коже ухоженный, холеный, красивый вид при помощи румянца. И мне бы хотелось очень сделать объем на губах при помощи использования блеска для губов. Это будет очень красиво на ее лице. Замечательно. Потому что этот образ ей очень подойдет. Будем приступать. Хорошо. В приятной компании с приятными людьми время пролетает незаметно. Сегодняшний день с Еленой прошел на одном дыхании. Сегодня мы готовы представить вам результат. Итак, встречаем Елену. Ну что, друзья! Друзья, почему так мало эмоций? Владимир, как вам? Да, я в шоке. Великолепно все. Очень красиво. Очень. Девочки, Анна может вы что-то? Приятно. Да. Нормально относитесь к тому, что цвет волос поменялся? Очень. Очень позитивно. Очень идет. Да, мы очень переживали, что все привыкли видеть Елену блондинкой, и тут она появится шокункой. Много лет привыкли видеть Елену блондинкой. Мне очень понравился проведенный с вами день. Это очень яркий опыт, масса впечатлений. Очень сложно сейчас формулировать все, что внутри. Ну да, после таких насыщенных событий. Да. Очень красивый образ. Я бы не рискнула на такое. Спасибо большое. Вам спасибо. И я надеюсь, что если у вас, что у вас, во-первых, не возникнет сложности, да, в дальнейшем вы сможете поддерживать уход за с тобой, да, цвет волос. И если вдруг у вас будут вопросы, мы всегда вам будем рады. Спасибо большое. Итак, друзья, наши героини испытывают невероятные эмоции по окончании проекта. Если вы хотите стать участником, отправляйте свои анкеты или связывайтесь с нами в соцсетях. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!